Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 сентября и я, собирая урожай из грядки ленивки, сейчас покажу вам, как она выглядит в конце сезона, то есть осенью уже в сентябре, и расскажу, какие сорта я здесь выращивала, потому что я обещала, весной было некогда, в зоопарке все быстрее и быстрее натыкала. Сорта у меня здесь растут многие, вот она у меня схема, грядка ленивка, все сорта у меня указаны, чтобы не спутаться, я их, как всегда, делаю схему, но я вам назову сейчас просто название и скажу, в принципе, какие сорта можно вот на таких ленивых грядках, то есть посадил и забыл посадить и получить хороший урожай, без ущерба, без потерь. Те сорта, которые могут, без нашего ухода. Я здесь не была тоже очень давно, сейчас начала разгребать, но что меня радует, что ни одной помидорки нет гнилой, ни среди спелых, я вот внимательно просмотрела, и все спелые, ни среди зеленых, вот которые еще будут спеть, нет ни гнилых, ни черных, естественно, никакой фитофторы здесь и в помине нет, вот даже вот те пупырышки, которые маленькие-маленькие, зеленые, они все хорошие, они все пригодные, если сейчас они покраснеют, я их в заправке, в суповые, в различные заготовки, я их использую. Так, сорта. Я вам сейчас назову свои, но в принципе, вот на такой грядке могут расти любые сорта, которые можно вырастить без подвязки. Это, то есть, и все штамбовые, вот эти маленькие, которые полюс Аляска, Таймыр, все-все-все, и гномы всякие, и челнок, и буян. У меня в этом году росла Аляска, Сибирский скороспелый, Снегири, Ракета, Ляна, Подснежник, Полярник, Загадка, Белый налив, Взрыв, Король ранних, Щелковский скороспелый, Грибовский, Грунтовой, Льдинка. И вот, сейчас, я пришла сюда специально, помните, я про монгольского карлика, когда снимала, я сказала, что не он один такой, этот сорт, есть простые сорта, которые не так разрекламированы, но они почти идентичные, и я сказала, что у меня есть Взрыв, который растет по этой же схеме. Вот видите кусты, только что я показывала вам позавчера, по-моему, монгольского карлика, и вы, наверное, помните, что они расположены, монгольский карлик, точно так же, только здесь я принудительно их все в одну сторону, вот туда завалила, поэтому они все как расчесаны туда, в одну сторону. У меня здесь посредине дорожка, а в принципе так же, вот считайте, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, тоже девять стволиков, вот этих пасынков, на них на всех, вот эти плоды, самые первые крупные я убрала недели две назад, а вот эти остались, которые, ну, все равно видно, что они вызревают в таком виде хорошо, вот на грядке ленивки, не только там, где вот эта у меня агроткань, которую я показывала, но и на земле, вот здесь, в которой они лежат, они все целые, и, как вы видите, нет каких-то черных, нет гнилых, все томаты, вот даже которые зеленые, хорошие, блестящие, но у меня единственная проблема нынче с грядкой ленивкой такая, что была очень поздняя весна, я поздно высаживала свой огород, и пока до ленивки добралась, сроки уже упустила, то есть им не хватило тоже времени, и вот если мы пройдем дальше, тут вначале я рано посадила, а тут смотрите, которые сажены позже, вы видите, что с ними творится, они еще вовсю, у них зелень, у них еще не закат жизни, а именно вот самый расцвет жизни, они цветут, они формируют новые плоды, и несмотря на то, что они на улице, здесь я, конечно, их не подкармливала, ничем не обрабатывала, это и есть ленивка, посадила, забыл, один раз воткнул, и все, не пропалывала, там где тканью стелена, там нет травы, а тут, конечно, все травой у меня позарастало, но все равно, я вот так разгребаю туда внутрь, и вижу, что хорошие такие формируются, вот там, где зелень, эти плоды, так, сейчас еще пройду, я вот так вот завалила их туда, чтобы посмотреть, если даже томаты вот здесь не созреют у меня, не успеют, потому что нам передают ухудшение погоды, будут ливни, грозы, понижение температуры, но даже если они здесь не созреют, они полноценные, не гнилые, не больные плоды, я их унесу домой, они у меня дозреют дома, сейчас, видите какие хорошие, прям как яйца там лежат, и вот эту вот, какую не начинаешь разгребать, вот эту зелень, вот ту зелень я, конечно, еще и не разгребала, я туда и не лезу, пока будет более-менее тепло, пусть они растут, живут своей жизнью, потом я их, конечно, зелень всю эту повыдергаю, обшемурыгаю томаты, и на дозревание, может быть, в подвал спущу, для зимнего использования, ну, как для осеннего, до зимы они, конечно, не долежат, но вот это моя грядка ленивка, и смотрите, какая она разная, вот которую позже посадила, она еще растет вовсю, та часть, которую посадила раньше, она уже все у меня, все созрело, я собираю плоды, и у меня получилось, что она разделена на две части, вот эту я сейчас обберу, уйду, а та будет расти до тех пор, пока позволят погодные условия. Ну все, я обещание свое выполнила, назвала, какие сорта здесь у меня посажены, рассказала о принципе посадки, что здесь можно любые, которые грунтовые, скороспелые, штамбовые, потом, например, пусть даже не штамбовые, а детерминантные, которые можно без подвязки, без посынкования, любые сорта можно вырасти на ленивые грядки, вот это действительно посадил и забыл, вы видите там вот этот руха черных листьев, листья старые засохли, все, здесь я не убирала ни листья, не убирала ни пасынки, ничего, я сейчас пришла вот так просто разгребла, вот эту сухотень, вот плоды соберу, но еще раз говорю, что ни одной гнилой или такой испорченной помидорки, единственное, опять несколько помидор обсосали, обгрызли слизни, не знаю, что нынче творится, никогда такого не было, лето было жаркое, засушливое, но откуда-то такое количество слизней, жрут все подряд, и перцы, и томаты, и все, но обрабатывать теперь уже поздно, нет смысла, что съедят, то съедят, что не съедят, то съедим мы, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это грядка-ленивка, 8 сентября.